Приветствую вас на YouTube канале Процветок. Сегодня с вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. О чем мы сегодня будем говорить? Сегодня поговорим о культуре, которая нравится многим жараным, вараным, тушаным и прочих видах и очень полезна для нашего сердца, поддерживает его калием. Это кабачки. Кабачки любят все, без преувеличения. И они бывают и как икра, и бывают самостоятельным блюдом, и дополнительным. Но как правильно выразить кабачки, какие ошибки допускают тогда наши огородники? Давайте мы разбираться вместе. Ну, во-первых, кабачки можно сеять сразу в открытый грунт. Посев в нашей зоне Центральной Белоруссии в открытый грунт кабачков припадают где-то 15-20 мая. Можно высевать в открытый грунт. Одни огородники сеют сухими семенами. И очень напрасно. Сухие семена всходят где-то 7-10 день. Замоченные семена, которые пророщены, вас порадуют сходами уже на 4-5 день. То есть, чем раньше мы получим сходы, тем больше раньше мы начнем собирать урожай. Не надо забывать об этом вопросе. Следующее. Что необходимо помнить? Вот я, например, кабачки выращиваю всегда рассадой. Что это мне дает? Рассада 25-30 дней. Такой забег во времени дает мне возможность получать урожай на целый месяц раньше. Потому что кабачки начинают плодить на 55-60 день после всходов. Поэтому, если у меня рассада уже прожила месяц, значит, в штате через месяц уже начинают собирать полноценный урожай кабачков. Что такое кабачок, во-первых? Ну, это как бы разновидность тыквы. Это вообще знаете. Здесь я Америке не открою. Но кабачок – это такая культура, которая любит нейтральные и очень плодородные почвы. На нейтральных и очень плодородных почвах он даст очень хороший урожай. Кроме этого, кабачки не любят заущение. Если вы заущите свои кабачки, то есть жадности поставите густо, чтобы собрать побольше урожай, увы, разочарую, ваш урожай упадет в обратной пропорции. Почему? При заущении завязи кабачков загниваются право на растение. Никаких им обработки, никакие другие обработки, ни золой, ничем вам уже не помогут. Поэтому мы не забываем. Кабачки садим по схемам 60 на 60 или 70 на 70. Вот поскольку у меня градка такая вот длинная, узкая, у нас я кабачки буду высаживать только в один град. Ну вот, давайте мы разберемся по этим стаканчикам, разберемся, как мы садим кабачки, что мы делаем, что мы не делаем, чтобы иметь хороший урожай, и потом какие ошибки могут быть. Ну смотрите, ну рассада как бы немного вытянуть кабачка. Рассада кабачка как бы немного вытянуть. Ну это кабачок гибридный, уже даже в зачатках этих побегов видны цветочки. Значит, он, имея малую массу, рано вступает в плодоношение. Для чего характерно такое раннее вступленное плодоношение? Оно характерно для теперочных кабачков, которые являются гибридами, то есть помешаны буквочкой F1. Старые сорта, типа кабачков одесских, белоплодных, рыбовских и других, такой особенности не имеют. У них первый цветок закладывается после 4-5 листа. Поэтому, чтобы собрать больший урожай, берите современные сорта, которые помечены буквочкой F1. Вы будете собирать урожай раньше. К тому же, современные сорта, которые с такими гибридами, они имеют малую надземную массу, мало листьев и много плодов. Они более заметны при сборе урожая, эти кабачки, и занимают гораздо меньше места. А старые сорта имеют большую-большую зеленую массу, но урожай гораздо ниже. Вот на что необходимо обратить внимание при выборе кабачков. Ну, начинаем копать лунку. Процесс, конечно, это можно сделать лопатой, но вот можно сделать и таким приспособлением, как у меня. Делается очень просто. Лунку копать – это небольшая проблема. Глубина лунки где-то 15-20 сантиметров. Дальше мы добавляем в нашу луночку такой компонент, как перегной. Этот перегной будем встабливать древесной золой. На каждый кустик можно взять вот такая вот жменька древесной золы. И посыпаем обильно. И теперь мы все перемешиваем с оставшимся слоем почвы. Обязательно, обязательно перемешиваем. Далее. Мы кабачок должны обеспечить как бы в эффекте органическим питанием. Но не забывайте, что органическое питание, оно как бы медленно действующее. Оно будет пока переработать, сыр осеем будет усваиваться позже. Поэтому мы возьмем удобрения, которые состоят в современном удобрении в филатной форме. Только в филатной форме. Удобрения не в чистые элементы, а именно в форме солей. Эти удобрения очень быстро в почве работают, очень быстро усваиваются. Так вот, на один кабачок мы не пожадничаем. Взял такое удобрение. Мы дадим столовую ложку, но без верха. Посыпаем. И опять все тщательно перемешаем. Перемешали. Теперь мы можем высаживать наш кабачок. Видите, корневающий сея, может, такая хорошая. Он такой, это самый хороший. Мы кабачок посадили. Посадили кабачок. Вот опять же у вас в многих возникнет вопрос. Остался стебель. Стоит ли его засыпать? Стоит ли засыпать от стебель до конца? Значит, многие сразу засыпают стебель. А вот это тоже делать не очень желательно. Почему? Во-первых, кабачки у нас росли. Стебель, молодой кабачок у нас. Стебель неогрубивший. Все. Если мы его засыпаем землей, значит, различные болезнетворные микробы, бактерии. Внедраться через эту кожицу, тонкую кожицу кабачок. И они могут просто-напросто наш кабачок погубить. Кабачок погибнет. Поэтому я никогда не засыпаю. Вот кабачок как бы находится на слунке, в ямке. В такой вот ямочке находится кабачок. В таком виде пускай он и остается. На солнце, на ветре. Кожица за неделю загрубеет. И только после этого можно его окучить. А вот окучивать кабачок я буду не просто этой землей. Эта земля валиком будет вокруг этого густа, конечно. А опять же, я в нем перегной. Только перегной я буду сыпать вот так, не полностью. Хотя уже сюда дал где-то литра-полтора перегной я уже дал. А сейчас я посыплю вдоль этой сеночки. Опять посыплю перегной. А вот землей этой уже засыплю основание кабачка. После этого наш кабачок не хотим обязательно полить. Обильно-обильно поливаем. Выливаем примерно литр воды. Палили. Ну и пусть вода упитывается. Как бы посадка на сегодня у нас закончена кабачка. Мы посадили кабачок. Что мы сделаем? Сейчас подождем, пока вода упитается. Питается вода. Мы возьмем землей, чуть-чуть прикроем. Можно прикрыть не землей. Можно прикрыть мульчой. Так, очень полезно, если эту почву, мы, знаешь, можно засыпать почвой. Конечно, это один вариант. А очень полезно, если эту почву мы засыплем мульчой. Мульча – это сено, солома. Что оно нам даст? Во-первых, потом нам очень удобно будет эту мульчу снять и подсыпать необходимое нам количество земли и пирогное в эту луночку. Это раз. Во-вторых, мульча будет препятствовать подсыханию почвы вокруг растения. Поэтому замульчируем наше растение. Этим приемом мы предохранили почву от высыхания. Но далее. Значит, кроме кабачков мы выращиваем очень много разных культур. И нет надежды, что мы каждый день сможем эту кабачку уделять внимание. Что необходимо сделать? Чтобы наш кабачок себя хорошо чувствовал и хорошо прижился. На 100% имел сохранность. А для этого мы можем использовать листья лопуха. Можем использовать любые сорняки, которых сейчас вполне-вполне достаточно. Наш кабачок мы закрываем вот этими сорняками. Не переживайте, что там нет света. Два дня без света он выдержит. Но что нам даст вот эта присыпка сорняками? За два дня под яркими лучами солнца она высохнет. Она высохнет. И потом она будет просто, может, и ветер разносить еще по участку. Они будут сухие травинки. Но эти сухие травинки до той поры пока не высохнут. Будут защищать наш кабачок от полящих лучей солнца. А также от ветра. Поэтому сделаем, вот видите, как бы кабачка не видно. Не переживайте, ему это пойдет только на пользу. За два дня он, хотя и в стакане рус, укрепится корневая система. И наш кабачок будет все чувствовать гораздо-гораздо лучше. Так что поняли, какие могут быть ошибки. Что нельзя заглублять сразу до семидольных листьев растения. Потому что они могут... И после этого обязательно причинка. Конечно, если вас поставлена целоградка, вы можете накрыть с панбондом. Это очень хорошее решение. Поставить дуги накрыть с панбондом. Причинка первые два-три дня для любой рассады очень-очень полезна. А если нет, то такой способ. Или лист лопуха положить один, закрыть растение. Или вот такой травы набросать. Небольшой слой. Не волнуйтесь, это зато придаст силы нашему кабачку. Следуйте нашим советам, и вы получите хороший урожай. До новых встреч. До свидания.